Глава третья Книга Иова После того открыл Иов уста свои и проклял день свой. И начал Иов и сказал, — Погибни день, в который я родился, и ночь, в которую сказано, зачался человек. День тот да будет тьмою, да не взыщет его Бог свыше, и да не воссияет над ним свет. Да омрачит его тьма и тень смертная, да обложит его туча, да страшатся его, как палящего зноя. Ночь та, да обладает ею мрак, да не сочтется она в днях года, да не войдет число месяцев. О, ночь та, да будет она безлюдна, да не войдет в нее веселье, да проклянут ее проклинающий день, способный разбудить Левиафана, да померкнут звезды рассвета ее. Пусть ждет она света, и он не приходит, и да не увидит она ресниц деньницы, за то, что не затворила дверей чрева матери моей и не сокрыла горести от очей моих. Для чего не умер я, выходя из утробы, и не скончался, когда вышел из чрева? Зачем приняли меня колено? Зачем было мне сосать сосцы? Теперь бы лежал я и почивал, спал бы, и мне было бы покойно. С царями и советниками земли, которые застраивали для себя пустыни, или с князьями, у которых было золото, и которые наполняли дома свои серебром. Или, как выкидыш сокрытый, я не существовал бы, как младенцы, не увидевшие света. Там беззаконные перестают наводить страх, и там отдыхают истощившиеся в силах. Там узники вместе наслаждаются покоем и не слышат криков приставника. Малый и великий там равны, и раб свободен от господина своего. На что дан страдальцу свет и жизнь огорченным душою? Которые ждут смерти, и нет ее, которые вырыли бы ее охотнее, нежели клад. Обрадовались бы до восторга, восхитились бы, что нашли гроб. На что дан человеку свет, которого путь закрыт, и которого Бог окружил мраком? Вздохи мои предупреждают хлеб мой, и стоны мои льются, как вода. Ибо ужасное, чего я ужасался, то и постигло меня, и чего я боялся, то и пришло ко мне. Нет мне мира, нет покоя, нет отрады. Постигло несчастье.